добрый день всем кто меня смотрит вот давайте решим такое уравнение с прошлогоднего егэ это на самом деле но не июнь но 25 это резервный день вот такая штука в резервный день попалась в одном из вариантов снова давайте мы но трюк тот же самый но тускать некой модификации тот же самый который мы рассматривали в предыдущем видео давайте вот обозначим аргумент первого модуля как а как бы и заметим что а минус b это на самом деле 2 то есть как и раньше из этого следует что на самом деле у нас первый модуль раскрывается с плюсом значит x плюс а квадрат на x плюс единица больше или равен 0 а второй модуль раскрывается с минусом то есть x плюс а квадрат на x минус единица меньше или равен 0 и это происходит одновременно то есть мы имеем для x такие границы x больше или равен единица так собственно значит это получается квадратное уравнение вот в чем тут специфика да значит мне бесполезно переносить это некая специфика собственно всегда когда это есть у нас будет хотя бы один корень всегда когда это есть у нас будет хотя бы один корень то есть но тут вот как раньше не получается прямо для икса границы давайте мы это неравенство решим это и другое значит вот неравенство 1 допустим неравенство 2 значит допустим неравенство 1 значит мы не должны на x умножать то что мы не знаем какой знак но это x квадрат плюс x и плюс а в квадрате больше равно нулю ну и сразу второе преобразуем неравенство 2 сразу будем в параллели решать x x квадрат давайте уж единым образом писать значит минус x плюс а в квадрате а это меньше равно нулю значит и это одновременно у нас должно быть но в принципе значит тут проще полный квадрат выделить еще такой x квадрат плюс это x квадрат плюс 2 на 1 2 x плюс 1 4 минус 1 4 плюс а квадрат на в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате минус 2 на 1 2 x плюс 1 4 минус 1 4 плюс а квадрат и ма x больше равен на нулю а здесь соответственно то же самое только значит значит у меня такая вещь у меня получается такая вещь с то x плюс 1 2 в квадрате минус 1 4 минус а в квадрате макс больше нам на нулю а здесь соответственно то же самое только значит x минус 1 2 в квадрате и значит минус такая же штука 1 4 минус квадрат все еще на x делится большими так значит получается раскладывая это дело на множители мы получаем x плюс 1 2 минус корень квадратный из 1 4 минус а в квадрате и на x плюс 1 2 плюс корень квадратный из 1 4 минус а квадрат и все это делится на x больше или равно 0 и вторая давайте уже на x минус 1 2 минус корень из 1 4 минус а квадрат на x минус 1 2 плюс корень из 1 4 минус а в квадрате деленное на x и это так и и вот здесь я знаки я чувствую в одном случае вот здесь у меня знак меньше но окончательно чтобы значит x минус 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 1 2 плюс корень из 1 4 минус а квадрат мне надо корни отметить и x минус минус 1 2 минус корень из 1 4 минус 1 2 минус 1 2 минус 1 2 минус 1 2 минус 1 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 минус минус ну здесь из первой скобки плюс получается 1 4 минус а в квадрате а здесь тоже самое с плюсом x минус одна вторая плюс корень квадратный за 1 4 минус а в квадрате так и что же мы имеем получается что давайте я так по сравнению с 1 2 вот это число минус 1 2 плюс это число меньше 1 2 то вот это число меньше нуля на число заведомо меньше нуля вот это число больше нуля и больше в принципе 1 2 больше на 2 а это число так секундочку как тут могло 2 плюс получится у меня а здесь просто минус значит вот еще один этот самый красный флаг значит мы вычитаем а вот это число больше равно нулю но меньше равно нулю а вот здесь давайте напишем то более точно она меньше или равно минус 1 2 то есть у меня из первой получается тогда значит минус 1 2 плюс корень потом 0 и минус 1 2 минус корень и это все больше нуля то есть вот так то есть получается 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 вот такая штука из первого неравенство а из второго у меня получается 0 потом 1 2 минус корень и 1 2 плюс корень и тогда получается да эта штука меньше получается 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 у меня вот так и это одновременно то есть одновременно значит пересекая это все я получаю что x у меня принадлежит вот чему а значит так но мне нужно то вообще-то говоря хотя бы один корень значит так что я в итоге получаем что я в итоге получаю я получаю что вот у меня я получаю что у меня x принадлежит вот этому интервалу от причем включая все минус 1 2 минус корень минус 1 2 плюс корень и потом вот этому больше нуля и 1 2 минус корень и 1 2 плюс корень значит мне важно чтобы эти интервалы существовали но у меня с этим абсолютно все в порядке у меня всегда когда эти решения существуют то есть мне для сочетания этих интервалов достаточно чтобы меня просто 1 4 минус а в квадрате 1 1 4 минус а в квадрате 1 2 минус 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 1 то есть 1 минус 1 2 минус 1 вот интервалы меня соответственно получается что есть решение которые вот принадлежат вот это значит принципе когда а у нас равно границам этого интервала вот здесь у меня получается одно решение минус 1 2 и второе решение плюс 1 2 остальное все вот таким образом то есть тогда у меня остальные решения получаются давайте проверим ну да значит функция сходное уравнение приобретает вид ну фактически они так сказать другим способом решают на общем похожая вещь вот то есть как бы вот мы еще и решение нашли ну победителей не судят я думаю что это решение вполне адекватно и тоже рук укладывается в этот же трюк с модуль уже вычислен которые мы видели в предыдущем видео ну и в качестве домашнего задания можно что-нибудь решить так нету нету такого или есть не больше такого нет где-то они должны быть еще у них тут они могут быть вполне перепутаны ну ладно нет так не на нет и суда нет спасибо за внимание и до новых встреч